Демонстрация И в нашем случае мы видим, что у нас есть нейпад, который подключается в сеть с помощью CineConnector, например, с помощью ICDPN. И в этой сети мы можем делать аномалию активности. Например, у нас может быть мобильный устройство, зараженное коронавирусом, и этот вирус будет делать попытку с камерой сети для нахождения стримных хостов. Соответственно, мы сейчас заходим в сеть, как обычный сотрудник с помощью CineConnector. Видим активность его подключения. Можем зайти на сайт компании. Мы сейчас заходим на сайт компании CISCO. В инструкции мы видим, открывается внутренний сайт. После этого, например, сотрудник, либо мобильный, который находится на этом мобильном устройстве, пытается сделать нормальную активность. Сейчас мы видим, что компьютер пошел в сеть, и CISCO ICD мы видим, что устройство подключено. После этого происходит что-то аномальное. В данном случае мы в качестве эмуляции скайпирования покажем процесс запуска не по количеству пинков. Зачастую, кстати, при скайпировании все равно рабочая станция создает служебные пакеты скайпирования. Итак, мы запускаем пинки и, соответственно, проходит какое-то количество запросов. И в нашем случае, в случае нашего стента, подключение разрешает не более 5 пинков за период времени 1 минут и 30 секунд. После этого мы видим, что устройство попадает в базу лонкопа, и один из индексов, о котором говорил Маркус, это индекс скайпирования сети RC, он оранжевый. Это значит, что для данного устройства, на котором подключен сотрудник по имени Джим, один из индикаторов нарушает политику. В этом случае срабатывает второй триггер – PV. PV – это значит Policy Violation. Это значит, что в данном случае у нас политика требует не более чем 5 пинков, у нас политика нарушена. После этого что мы можем увидеть? Во-первых, мы можем очень многое узнать о самом устройстве. Можем узнать, кто подключен к этому устройству, какое имя этого сотрудника, какой тип устройства подключается в нашей сети. Мы знаем его группу и роль, метку безопасности. Дальше мы можем либо в ручном режиме, либо автоматически можем это устройство заблокировать. Для этого есть функция карантина. Вам видно здесь внизу, есть кнопка карантин. Она может активироваться вручную, либо активироваться по команде администратора. После того, как мы делаем карантин, устройство попадает в специальную группу, в специальную торсе группу, где уже полномочия доступа к сети ограничена. Например, мы можем оставить доступ только на систему обдавления террористной защиты, на систему в интернет, но не давать доступ к другому сайту компании. В случае АИСа, мы сейчас переходим на интерфейс с АИСа, что мы видим? Что у нас данная рабочая станция попала в карантин. И после этого уже попытка сканирования сети будет неуспешной, трафик блокируется. Точно так же, как станция попала в карантин, администратор может ее вывести с карантина. В данном случае мы опять же возвращаемся на консольку англопа и делаем функцию англопа. Станция попадает в нормальную свою подгруппу и после этого мы можем проверить, что у нас будет открываться страница, доступ опять переаутентифицирован, произошла переавторизация доступа, и станция получила новую политику, и мы можем опять же открывать наш другий сайт или заходить в интернет, например, как в данном случае. Собственно говоря, все. Здесь показана интеграция группов онкоп и АИС для внедрения политикой безопасности. Это то, что называется концепция Network Asset Enforcer. У нас сеть не только служит трампинг, но она еще использует инструменты тросек для того, чтобы внедрить примитив точку безопасности. У нас все с ним оставалось, спасибо. Специалисты с международно признанной квалификацией CCNA способны проектировать, настраивать, а также эксплуатировать компьютерные сети и соответствующее оборудование как небольших предприятий, так и огромных интернет-провайдеров. Среди них можешь оказаться и ты. Начни свою карьеру инженера сетевых технологий в эти сфере вместе с ЦИСКО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова